Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор. Здоровый разговор о здоровье зубов мы сегодня будем вести. Меня зовут Павел Филиппов. И говорить о здоровье зубов мы будем сегодня с Мариной Харитоновой, главным врачом Свердловской областной стоматологической поликлиники, доктором медицинских наук, профессором. Марина Павловна, добрый день. Добрый день. Напомню наши координаты. 385-0923 – это телефон прямого эфира. Также вы можете писать нам сообщение. Плюс 7953-385-0923. Говорить будем сегодня, в том числе о современной стоматологии, о новых технологиях, которые существуют на сегодняшний день. Ну, обо всем этом. Вопрос номер один. Сейчас санкционное давление у нас. Просто хотим этот вопрос снять раз и навсегда. На стоматологию это как-то повлияло? То есть, есть большое количество иностранного медоборудования, разных материалов для протезирования и так далее, и так далее. Вы вопросы эти решили? Если вы спрашиваете об областной стоматологии, то мы эти вопросы решили. Если вы спрашиваете о стоматологии в целом, то я должна сказать, что никто с рынка стоматологического не ушел. Ну, может быть, там одна-две фирмы, одну нам очень жалко, остальные как-то они не очень значимы. Но, тем не менее, ничего не рухнуло. Все нормально? Все нормально, ничего не рухнуло. И стоимость, она, конечно, несколько увеличилась, но не глобально. Все в порядке, можно прогнозировать дальше, лечить зубы и так далее. Все прогнозировать, приходить и не думать о том, что вот или станет дороже, или все это исчезнет. В общем, у нас санкций нет. Вы работаете в штатном режиме? Мы работаем в штатном режиме. Отлично. Про новые технологии поговорим. Часто ли вообще появляются в стоматологии новые технологии? Вы знаете, я где-то еще лет 10-12 назад я все ждала, что вот должно появиться что-то вот такое прям глобальное. Прорывное. Да, вот, например, не новое там пломбировочный материал у какой-то новой фирмы, а вот прямо что-то такое глобальное. Думаю, сейчас появятся статьи о том, что вот это вот плохо, а вот это вот не очень хорошо, и вслед за этим что-то произойдет. Но, вы знаете, вот за последние 20 лет, даже больше, вот такого суперглобального ничего не произошло, потому что в начале 2000-х у нас появился светополимерный пломбировочный материал, это был прорыв после наших всех материалов композитных, там и цементных, это был первый прорыв. Потихоньку, конечно, улучшаются, например, технологии имплантации, появились там новые виды имплантатов. Они были пластиночные, стали, значит, не пластиночные. Появилось, предположим, появились сканеры для снятия слепков у ортопедов. Но это вот как бы дополнение к существующим технологиям. Вот такого вот прямо значимого, вот какой-то революции, ну, нету. Может быть, это даже и хорошо, потому что усовершенствуется то, что есть, а то, что есть, очень неплохое. Я подписан на несколько аккаунтов стоматологов разных, в разных социальных сетях, и они выкладывают результаты своей работы, ну, конечно, с согласием самих пациентов, там, крупным планом, что они делают с зубом. До и после. До и после. Да. Слушайте, ну, это фантастика. То есть, когда я вижу совершенно восстановленный зуб, например, я думаю, а как это возможно? Нет, на самом деле восстановить можно всё, что угодно, сделать можно всё очень красиво. Просто тут ещё надо быть поаккуратнее, потому что фотошопы и все остальные вещи тоже никто не отменял. Когда вы приходите в клинику, которая вам понравилась, с рекламой до и после что-то сделано, всё-таки нужно поинтересоваться ещё целым рядом дополнительной информацией, да, как минимум лицензии там и так далее. Для того, чтобы потом, да, чтобы не было мучительно больно, что вы будете ожидать какого-то такого чуда, а чуда оно не произойдёт, потому что всё-таки все же индивидуальны. Конечно. Вот у кого-то это могло получиться идеально там красиво, а у кого-то есть какие-то нюансы, и уже так не будет. Потому что самая большая проблема недовольства наших пациентов, это когда они не получают вот ожидаемого результата. Вот той самой картинки, когда не хватает визуализации того, что делает стоматолог в процессе лечения, и пациент там ждёт что-то такого прямо шикарного, а потом рот открывается, и как пациенту кажется, что, в общем-то, там ничего не изменилось. Хотя на самом деле наладилось самое главное, например, восстановилась функция зубов, а она предназначена для пережёванной пищи, целостность зубного ряда, всё стало здорово, ушли очаги, постоянная инфекция. Но это же неинтересно, чтобы ещё было беленько-ровненько. Эстетика тоже важна, согласитесь, да? Да, да. Нет, там как раз-таки человек выкладывает прямо всё в процессе по шагам. Выкладывает, как правило, эстетику. Ну, возможно, возможно. Хорошо, хорошо. Смотрите, сейчас, насколько я понимаю, один есть очень важный момент. Люди стали, мы с большим количеством врачей из разных специализаций, из разных направлений говорим об этом, люди стали доживать до своих болячек каких-то, да? В стоматологии ведь, наверное, так же, да? Я не знаю, выросли, может быть, просто имплантации. Да, в стоматологии вообще доживают до своих болячек очень рано, к сожалению, прямо начиная с детства, потому что детская стоматология, в ней тоже есть некие изменения, ну, например, когда ребёнок может выбрать там цвет пломбы, то есть некие такие игровые моменты. Вот у нас, например, в клинике работает психолог, как он работает с детьми, те, которые не очень адекватно относятся к этому лечению, или их родители неправильно настраивают на стоматологическое лечение. Это, кстати, очень важно. И пока есть возможность, бесплатные услуги нашего психолога, они очень многим детям уже помогли, и я надеюсь, что очень многим ещё помогут. Поэтому сказать, что вот так изменилась глобальная ситуация, что кариес у детей стал возникать не раньше, чем в 15 лет, это неправда. Поэтому стоматологические заболевания, они появляются очень рано. Насколько рано? Ну, вы знаете, вот молочный прикус, он где-то к 2 годам формируется, эти 20 зубов, и уже могут быть проблемы. Уже коррект. Да, а это же родители, мотивация к стоматологическому здоровью детей, контролировать, самим чистить, контролировать чистку детей, то есть водить на профосмотр к стоматологу, приучать ребёнка к вот этому креслу, к общению с врачом-стоматологом, к тому, что ему смотрят в полость рта, различными инструментами и так далее. Всё-таки стоматология – это такая работа в интимной зоне, поэтому к ней надо с детства немножко, не немножко, а прямо множко приучать детей, для того, чтобы потом они адекватно воспринимали все процедуры, которые с ними делают. И если вы будете часто ходить к стоматологу со своими детьми, то у него не будет каких-то глобальных процессов, которых бы он пережил, и чувство страха, от которых бы у него осталось. То есть это войдёт в привычку, как обычный поход к обычному врачу. Да, да. И тут надо отдать должное нашим подросткам, которые на самом деле стали понимать вообще, что такое стоматологическое здоровье, что такое здоровое улыбка, что такое здоровое полость рта, там белые ровные красивые зубы, они очень внимательно к этому относятся, сами настаивают на приходе в стоматполиклинику у родителей. То есть они теперь уже многие, я не могу сказать, что это все, но очень многие подростки очень внимательно относятся к состоянию своей полости рта. Кстати, с брекетами стало не зазорно ходить. С брекетами стало не зазорно ходить. Я так бы сказала, что, может быть, мода такая глобальная на них прошла, и сейчас это просто, да, это как обычно такое явление, но которое тоже требует некого привыкания. Но вот это вот желание подростков иметь все, чтобы было ровненько, вот как вот на той картинке, которая им где-то понравилась, конечно, они этим занимаются и с удовольствием. Но брекеты, конечно, могут быть и у взрослых людей, то есть там нет вообще возрастных ограничений для брекет-системы, поэтому и взрослые люди тоже ходят с брекетами. Имплантология сейчас, имплантация зубов продвинулась за последнее время? Ну, вы понимаете как? Вот как еще многие мечтают о металлокерамических зубах, я считаю, что это великое достижение стоматологии, материаловедения в стоматологии, а это уже давно вообще не шедевр, уже давно есть гораздо более биологичный, более статичный материал, как диоксид циркония. Вот также все думают, что имплантация, она вот как бы на пике, что ли, и вот она прямо вот такая вся модная, новая. Нет. Первые имплантаты в областной стоматологии вводили еще в 87-м году. Это давняя технология, которая, я не могу сказать, что она прямо там сильно проста или еще что-то, но это такая вот обыденная манипуляция, обыденная операция, массовая операция, которая практически не имеет противопоказаний. Для нее нужна только высота и ширина кости. А высоту и ширину кости, если ее не хватает, то, собственно говоря, там тоже есть различного рода операции, которые позволят это все как бы сделать и высоту и ширину, и ввести эти имплантаты, и ходить в несъемных ортопедических конструкциях, потому что все-таки, как бы то ни было, какой бы шикарным ни был съемный протез, а, кстати, изготовить шикарный съемный протез, это такая ювелирная, это самая сложная работа в ортопедии. Чтобы он не мешал, встал на место. Да, чтобы он, главное, наоборот, не спадывал, чтобы можно было пережевывать. Но все равно это некомфортно, потому что вкусовые качества там теряются, потому что пластмасса перекрывает там все это верхнее небо и так далее. Но, тем не менее, конечно, ходить в несъемных ортопедических конструкциях, которые фиксируются на имплантатах, это все равно лучше. Ну и мода, наверное, поменялась. Давайте уж мы там честно скажем. Помните, золото было в ходу? Ой, не напоминайте меня. Золото это... Вы знаете, да, золото было в ходу. Это был единственный материал, который был такой самый антиаллергенный. Антиаллергенный, да, это раз. Потом, на самом деле, на него была мода. Потом на него стала мода только в определенной категории населения и национальности. Потом под золотом меньше всего снималось ткани зуба. Потом на золоте стали делать керамику. То есть керамику делали на металле, на сером таком, да, и на золоте. На золоте было эстетичнее, цвет был теплее, приятнее там и так далее. Полеестественнее. Вот, да. Но это было золото завода ОЦМ. А потом все это стало называться золото стоматологическое. И, к сожалению, качество этого золота, мягко говоря, не очень хорошее. Это мягкий металл же, опять же. Да, вот он какой-то... Ну, в общем, я не знаю, у кого остался в городе, кто занимается золотом. Но, во-первых, а, это неэстетично. Обычно бы это очень технически сейчас стало, с ним сложно работать, потому что у него состав теперь уже не золотой, а золото стоматологическое с различными добавками. Вот. Поэтому вот как бы у нас больше золота нет. И я этому очень рада. А, кстати, как часто необходимо все-таки посещать стоматолога? Если все хорошо, человек заглядывает, смотрит в зеркало, да? Ну, когда человек заглядывает, смотрит в зеркало, он, во-первых, все равно все не увидит, это раз. Потом не надо забывать о том, что стоматология – это вообще не про зубы. Стоматология – это все, что есть в полости рта. А в полости рта есть необа, слизистая ткани парадонта, тот самый парадонтит, которым все равно страдает 100% населения. Жители Свердловской области, России, там, генерализованный он или какой-то локализованный его кусочек. Есть заболевания, там, верхняя и нижняя губа, заболевания языка. То есть все это оценить пациент все равно не может. То есть стоматология – это, я еще раз повторяю свою любимую фразу, это вообще не про зубы. Это то, что находится в полости рта. И, как я еще люблю говорить, о полости рта, она в голове. А это да. Вот поэтому как бы два раза в год, несмотря на потрясающий ваш внешний вид, который вам самому очень нравится, если вы будете приходить к стоматологу, то, во-первых, вы будете тратить деньги только на осмотр, что не очень дорого. Ничего сложнее поверхностного кариеса у вас не произойдет. Никаких воспалительных заболеваний, онкологических заболеваний, там все, что может быть в полости рта за полгода, не разовьется в какую-то критическую ситуацию. Поэтому, ну, я думаю, что все специалисты говорят, что хотя бы раз в год, два раза в год нужно посещать стоматолога. А если есть проблемы, ну, там уже врач говорит, через сколько, когда вам надо прийти, чтобы не было проблем. Надо помнить о том, что адентогенная инфекция, она вот такое мудрое слово, адентогенная – это слово зуб. То есть зубная инфекция, она самая опасная для организма. А расскажите, чем? Она самая злостная. То есть там такой набор микроорганизмов, которые влияют на функцию всего человеческого организма. И поэтому иметь очаг постоянной инфекции в полости рта – это, мы же только что с вами сказали, полость рта, она же в голове. Поэтому иметь очаг постоянной инфекции в полости рта – это очень плохо, особенно если вы страдаете какими-то тяжелыми общими заболеваниями, то всегда нужно следить за полостью рта. Кстати, если можно, я еще хочу вернуться к вопросу, связанное с золотом. У нас еще только на территории Свердловской области, это мода а-ля 90-х годов, когда делали напыление под золото. Я просто еще раз хочу всем напомнить, что напыление под золото – это не медицинская технология. Нет сертификатов, что там пылят на эти коронки, чтобы они стали желтенькими и выглядели как золотые. Это очень вредная процедура, которая вызывает массу заболеваний слизистой оболочки полости рта и рака полости рта. Поэтому тот, кто еще полулегальным способом пытается сделать себе такие зубы, то этого делать не надо. Наша статистика показывает большие проблемы, связанные вот с этим самым напылением. Ну вот вы сказали, что это может быть фактором онкологических заболеваний в том числе, да? Да, в том числе. А вообще как? А гальванических явлений в полости рта, заболеваний слизистые, это все что угодно. Как обстоят дела с онкостоматологией? Я имею в виду вот общее состояние, что выявляется. И важный вопрос, на первичном осмотре у стоматолога, я понимаю, что, конечно, там речь идет о каких-то более сложных анализах, наверное, да, и так далее. То есть это прямо визуально все понятно? Значит, уже на протяжении двух, нет, сейчас уже трех лет, но в 2012 году у нас вышел первый приказ по онкоскринингу, это когда врач-стоматолог должен осмотреть глазами, как мы говорим, визуально, осмотреть полость рта, пропальпировать лимфатические узлы, заполнить специальный бланк в карточке стоматологического больного, поставить число и подпись, тем самым врач-стоматолог несет ответственность за то, что он как бы оценил вас с точки зрения онкологии. Ну, я понимаю, что это мало кого влегчает участь, если врач был невнимательный, но тем не менее это и врача тоже мотивирует и как бы актуализирует этот вопрос. Три года назад появились такие специальные лампочки, как мы говорим, которыми светит полость рта, и полость рта должна быть зеленой. То есть под действием этой лампы люминесцентной, если все хорошо, вся слизистая, и нигде там никаких образований нет, все будет зеленое. Это сейчас в каждой поликлинике делают, эти лампочки есть в каждой поликлинике, и любой первичный пациент, который… Первичный пациент – это тот, который первый раз пришел в том или ином году. Его обязательно проведут такое исследование и определят, есть ли какие-то изменения. Если только заподозрят какие-то изменения, то есть где-то участок слизистый будет, например, розового цвета, а не зеленого, то он тут же будет дополнительно осмотрен и направлен в онкодиспансер. К сожалению, я должна сказать, что рак голова-шеи, куда относится стоматология, является одним из лидеров по количеству пациентов даже в нашем областном онкодиспансере, как это не печально говорить, и как это не печально говорить, что там в основном лежат пациенты третьей-четвертой стадии рака полости рта. Запущенные уже. И вы не поверите, что на первом месте по раку полости рта. На первом месте у нас рак языка. Это тот самый человеческий орган, который используется ежесекундно, поговорить, слюну сглотнуть, попить, поесть и так далее. Это всё язык. И очень хороший, как вы говорите, каждый же день мы смотрим на себя в зеркало, мы же видим, да? Но как можно не увидеть на языке образование, которое как бы видимо, вот глазами видимо, вы же в зеркало смотрите, вот, и не обращают на это внимания, или делают вид, или там долго наблюдают за этими изменениями. Вот такой как бы парадокс. Такая тенденция есть. Вот самая доступная, самая доступная. Но ведь, наверное, и факторы риска ещё сказываются. Курение, как, наверное, самый-самый-самый первый фактор. Ну, курение, нет, но курение, оно сказывается и на предраковых заболеваниях, слизистой оболочки полости рта, потому что при сигарете, которая у вас находится, нагревает она ткани верхней и нижней губы на очень высокий градус. Что-то я хотела сказать, но что-то забыла, чуть ли не до 400. Плюс химические раздражители, поэтому. А рак верхней и нижней губы это тоже стоматологи должны увидеть, собственно говоря, потому что этот процесс начинается с внутренней поверхности, там, где губа покрыта слизистой и так далее. Ну, понятно, что курение, ну, и как мы сейчас же не будем говорить о здоровом образе жизни, здесь как бы на эти процессы сказываются многие вещи на развитии рака полости рта. Язык, это, например, когда длительная травма языка боковой поверхности, там или зуб не удаляет, он постоянно царапает, или какой-то протез долго не меняет, он постоянно царапает, или какой-то постоянный, там, я не знаю, температурный раздражитель, раздражитель, кипяток, плюс курение, плюс плохая гигиена полости рта. Столько факторов. Ой, у нас вообще всё очень не так просто, как кажется. Поэтому за этим тоже нужно следить. И вот профосмотр, на который нужно приходить, собственно говоря, тоже способствует ранней диагностике онкологических заболеваний в полости рта. О позитиве давайте поговорим. Правильно ли я понимаю, что всё-таки поменялось сейчас? Мы уже с вами проговорили про молодёжь, что там брекеты, в общем-то, не так стигматизированы, как понятно. Меня нисколько радуют брекеты. Это понятно, да. Что-то всё-таки индивидуально особенно, сколько радует их желание лечить зуб. Вот. Правильно ли я понимаю, что всё-таки тенденция за последние, там, не знаю, 20-30 лет всё-таки сильно поменялась по поводу стоматологии? Люди перестали бояться ходить? Нет, люди, как ни странно, продолжают почему-то бояться. И сколько бы я уже сто раз говорила о том, что у нас сейчас такой вид анестезии, что мы только ввели иглу, там, доля миллилитров попала, уже такая анестезия наступает, что можно голову отрезать, а не просто зуб вылечить. Но, тем не менее, человек, которого испугали, там, не знаю, 20 лет назад, вот он почему-то, вот, ему надо пересилить себя и понять, что это всё-таки не больно. Кого-то раздражает звук, и он от него, там, я не знаю, падает в обморок. Кто-то просто себя накручивает и всё-таки дойдёт до поликлиники, а раз он себя там накручивал, не спал, ну, разные бывают вещи. Я просто хочу сказать, что стоматология сейчас настолько удобна, настолько безболезненна, настолько красивая, настолько удобная, что говорить о таких вещах, как больно страшно, ну, вот в 21 веке... Можно забыть. Чем забывать? Чем бы там даже... Я даже не знаю, откуда сейчас это берётся, вот это вот чувство страха. Наверное, берётся. У нас вообще как сейчас говорим пациенту? Проходите, ложитесь. Открывайте рот. Да, ложитесь, главное, спите, только вот не закрывайте рот во время этого. У нас очень многие пациенты спят. Серьёзно? Конечно, и большая проблема в том, что когда он спит, чтобы у него рот не закрылся, и медсестра всегда как бы стоит на страже того, чтобы этот рот не закрылся. Всё абсолютно безболезненно, быстро, удобно, я не знаю, красиво. Всё хорошо. У нас очень хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я напомню, что с нами сегодня главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, доктор медицинских наук, профессор Марина Павловна Харитонова. Мы говорили сегодня о современной стоматологии, о новых технологиях, которые сегодня существуют. Я думаю, что мы в предстоящих, надеюсь, с вами эфирах ещё проговорим конкретные темы, потому что у нас есть, например, большая тема по общему наркозу, по лечению под общим наркозом, по лечению беременных и только что родивших, да, про детей ещё, про детскую стоматологию обязательно поговорим, да? Да, поговорим. У нас много новых, как бы, интересных технологий в ортопедии с имплантацией, одномоментная нагрузка, и, ну, есть о чём поговорить. Есть о чём поговорить. Марина Павловна Харитонова, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, сегодня на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. Это «Здоровый разговор». Оставайтесь с нами. Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Продолжение следует.